Сегодня предметом обсуждения с депутатами парламента Республики Молдова стали те законодательные инициативы, которые правительством в настоящее время выработаны и поступили или поступают на ближайшее время парламент, и там они будут обсуждены в комиссиях и в дальнейшем будут приняты. Нам сегодня хотелось бы, и нам считаем, что удалось, первое, наметить механизм взаимодействия с депутатами парламента, представляющими, еще раз говорю, разные политические партии, но представляющие, живущие в нашем регионе и представляющие наших избирателей. Законопроект, касающийся следующие, это изменение в закон о госзакупках. В примарке высказываются конкретные предложения по данному законодательству, это изменение порога, это время регистрации договора и по различным другим моментам. Мои коллеги сегодня высказались. Второй блок вопросов, касающийся нормализации правовой базы действия местных органов власти. Все-таки правительство услышало и пошло к нам на встречу. Предлагается дать большую свободу местному органу власти при формировании штатного расписания. В рамках бюджетных средств этого года примар должен иметь возможность самому формировать свое штатное расписание, исходя из нагрузок на день, исходя из тех проблем, которые есть в каждом населенном пункте. Это второй блок вопросов. Третий блок вопросов касался сегодня регистрации объектов недвижимости в территориально-кадастовых органах. При переходе школ на так называемое самофинансирование, данные примарно-селенного пункта столкнулись с тем вопросом, что многие объекты не зарегистрированы в настоящее время в территориально-кадастровом органе. Поэтому этот вопрос тоже блок стал. Еще и ряд много других вопросов, которые сегодня у нас мы обсуждали. Безусловно, мы хотели бы и депутаты, присутствующие сегодня на встрече, подсказали нам, по крайней мере, поддержали нас, чтобы в дальнейшем мы встречались хотя бы раз в квартал, чтобы мы заранее обсуждали круг обсуждаемых вопросов. Желательно, чтобы вопросы, выносимые на нашу встречу, были конкретизированы. То есть, с конкретными поправками предложений в тот или иной закон, поступило предложение приглашать на наши совещания совместные также депутатов Президиума Народного Собрания, депутатов Народного Собрания, с тем, чтобы все-таки глобальнее, шире смотреть на эти вопросы. Безусловно, с присутствием также члену-исполнительного комитета ГАГУЗИ. Вы знаете, эти проблемы, которые сегодня поднимают депутаты, я примаром работаю не один год, и в ассоциации примара ГАГУЗИ есть 8 депутатов, которые работают и 6 лет, и 10 лет. У нас эти проблемы уставали всегда. Вы знаете, но в последнее время, в нашей ассоциации год, мы тоже, как мы сказали сегодня, немножко притерлись, посмотрели каждый день, каждый час, мы думаем, как же с кем же взаимодействовать в дальнейшем. Мы до сих пор взаимодействовали с исполкомом ГАГУЗИ. Председатель исполкома является членом правительства. Нам показалось, что необходимо также включить в нашу работу, включить и систематические встречи с депутатами парламента из улики Молдова. Мы имели встречу, правда, ознакомительную, с депутатами Президиума Народного Собрания. Мы хотим вплотную приблизиться и поработать и с Президиумом. У нас, вы знаете, примары представляют различные отрасли, знания и профессии. У нас есть примары-юристы, у нас есть примары-педагоги, у нас есть примары-инженеры, у нас есть примары, работавшие в различных областях. И работая примаром в населенном пункте, мы до корней знаем все те нюансы законодательных инициатив, которые выносятся нам сверху, спускаются, скажем так, будь то с Народного Собрания, будь то с парламента из улики Молдова. Нам бы хотелось создать такой механизм обратной связи. Я думаю, что это хорошая практика, она войдет в нашу жизнь и лучше поздно, чем никогда. Продолжение следует...